Ребята, привет! Продолжаю записывать видос из серии «Было-стало», где я беру работу, которая мне не нравится, начинаю ее исправлять. И первую итерацию мы рассмотрим, как расставить элементы, просто те же самые, ничего не удаляя, как просто с помощью их расположения сделать работу лучше. Вот, потом я расскажу, что можно добавить в этой самой задаче, а потом расскажу, какие варианты еще можно сделать и как можно делать. Короче, первое. Вот я получаю дизайн-макет от студента, я смотрю и глобально я обращаю внимание сначала на композицию. Композиция здесь без какой-то явной доминанты. Доминанты — это то, что в первую очередь привлекает внимание. То есть сейчас, получается, как бы точки основные две, они растаскивают внимание по углам, это неправильно. И, значит, здесь на этом формате должен быть один объект, который в первую очередь привлекает внимание. Я решил, что это велосипед, и я начну его усиливать, а вот это вот ослаблять. Ослабить вот это вот можно через уменьшение размера. Уменьшили размеры, я взял для этого просто шрифт Bebas. Вот, сделал его чуть меньше. И еще, ну, по шрифту чуть позже расскажу, да. Короче, поставил его, оставил его здесь в якоре, левый верхний угол, и вытащил велосипед так, чтобы колесо не обрезалось, да. То есть больше, как бы, фокус. Внимание, размер такой же, и единственное, что я поправил, это отразил его обратно по горизонтали, потому что вот с таким отражаем, ну, понятно, что это неправильно, да, зеркальным надписи отражать. Короче, и таким образом у нас этот велик вышел на первый план, потому что он крупнее в композиции, и это, получается, явилось основной доминантой. Вот это вот второстепенный, то есть первый объект, второй объект. Дальше, по поводу шрифта, конечно, я на него посмотрел, и, конечно, я себе сказал, что, ну, это такой экспериментальный, спорный. Вот, конечно, автор хотел, наверное, связать с темой типа ретро, вот, ну, я считаю, что с этим шрифтом вообще можно, говоря, можно выгрести комментариев, да, там, в интернет-магазинах, там, ну, в смысле, если зарелезить это решение, да. Потому что шрифт, он сам по себе несбалансированный, он, ну, он, я бы сказал, он экспериментальный, да, и сознательно порушено правило в балансе по ширине букв О слишком широкое, Л слишком тонкое и так далее, да, и Д треугольный. Ну, короче, здесь есть над чем поработать, поэтому я решил взять просто шрифт, который хорошо сбалансирован, это Бебос. Я взял и сделал чуть-чуть разрядку, сделал, это, по-моему, не регулар, а болт или семиболт, по-моему, семиболт, и все. И ассоциация с городом осталась, ну, то есть, высокие здания, простые формы, классика тоже осталась, потому что скругление есть, вот. Значит, со шрифтом и поменял шрифт в логотипе, в том числе, надо, кстати, его поместить над логотипом, ну, ладно, это уже деталь. Короче, дальше, элемент погенации слайдера, он тут вообще, понятное дело, не в тему расположен, вы, скорее всего, это заметили, его нужно определить куда-нибудь в якорь, при этом, чтобы он был, чтобы он принадлежал изображению. А, конечно, другой вопрос, стоит ли здесь слайдер на главном экране делать, но не будем вдаваться, просто я сейчас разбираю, каким образом можно с помощью переставления просто тех же самых элементов сделать работу, упорядоченнее, и от этого лучше. Вот, короче, переставил слайдер сюда, еще заодно сделал его не таким заметным, сделал его техническим, потому что технический элемент, да, ну, техническим, в смысле, в том же стиле, что и пункты. Меню и шрифт в каталоге, в смысле, в кнопке. Теперь он не отвлекает внимания, но при этом понятно, что он слайдить должен вот эту вот картинку. Еще раз, да, вопрос в том, что нужно он здесь или нет, но пока его не рассматриваем. Дальше, социальные кнопки. Значит, можно отказаться от рамок, нафиг они здесь не нужны, я так и сделал, вики только чуть пониже, да, сделать вот так, и все отлично будет. Вот, и они стояли в якоре, в якоре они остаются, все отлично. Что здесь еще было, с чем хотелось бы поработать? Это вот эти вот жесткие тени от велосипеда, они не нужны, они только грязь создают, я их убрал. Убрал таким костылем, вот, просто чтобы вам показать, что, ну, как будет выглядеть до и после, не тратить на это дохрена времени. И еще в шапке, в шапке я поменял шрифт, и я вот эти вот два номера определил в одну строку, потому что сейчас они рушат строку, да, мне нужно, чтобы они были цельные в строке. Я еще добавил пробелы здесь, здесь, здесь и здесь, потому что с пробелами проще воспринимается, чем без них. И иконки, посмотрите, если вы создаете иконки, и они не по правилам геометрии, ну, в смысле, вот здесь, например, эллипс, да, должна быть окружность, здесь должен быть прямой угол, вот здесь окружность, должна, ну, полуокружность, тогда они смотрятся странновато, да, а если вы возьмете и создадите эти иконки с помощью геометрических фигур, типа полуокружность, полуокружность, прямой, ну, почти прямой угол, полуокружность, окружность, здесь тоже окружность, тогда все будет встанет на свои места, еще обратите внимание на контур, видите, вот здесь толщина контура тоньше, меньше, чему надписей и смотрится как будто вот это вот менее плотно и меньше внимание привлекать чем вот это выглядит как бы отдельно от строки не в ней что нужно сделать что я сделал я поменял контур сделал его толще таким же как контур вот здесь в надписи да и еще один момент если у вас дохренишь всяких разных еглей вот здесь в ну например здесь не дохренишь конечно но разница в техническом есть то есть вот это существенно выбивается на это будет заметно поэтому привели приводите все тексты в смысле абзацы да и технические надписи все к единому знаменателю то есть единое семейство шрифтов единая стилистика то есть и единый размер и вы получите тогда что у вас как бы проще выделить основное потому что ничего второстепенного не не оттягивает внимание ну вот так вот поехали дальше теперь чего можно добавить я вообще захотел добавить функциональных элементов типа например не просто перейти в каталог да например при перейти сразу в каталог в тот раздел каталог который нужен да и там же получается классических велосипедов много точнее ретро или каких-то там городских да и я нашел категории типа какие они есть складные круизер тандемы чопера урбан фиксы да и взял их и развернул в ссылке тем самым дав возможность пользователю перейти сразу в раздел каталог либо он проскролит вниз и увидит каталог вот потом ну интересно же чё за велик на главном экране да и сколько он стоит ну или по крайней мере можно вы как владелец магазина можете сделать его этот слайдер функциональный мы можете забабахать сюда какую-нибудь акцию типа скидон не вот я такой окей добавим сюда названием байка скажем что это за бак байк чтобы народ понимал чем отличается например круизер или как он выглядит вот и написал ценник типа вот отличная акция но когда я сделал например вот это я понял что мне отчет не хватает какого-то якоря до какого-то призыв есть потому что в каталог как бы но это не особо до призыв ну и так чел проскролит и получит инфу в каталоге поэтому это должно быть второстепенным а я придумал и написал здесь следующее по советам какой велосипед подойдет по стилю размеру потому что у каждого пользователя есть задача выбора и он как ну и он реально может начинать тупить особенно если он не в теме то есть выбирает свой какой-нибудь первый или второй велосипед или первый там серьезный велосипед вот подобрать значит что еще менял здесь было ретро велосипеда я написал велосипеда на стиле потому что не все тут ретро складные например не ретро нифига и там чопперы наверно не ретро и ну и так далее вот ну и urban тоже не ретро нифига значит вот получилась такая композиция ничего не делал с байком ну или может быть его чутка увеличил вот якорь к нему типа чё за байк потом я сошел кнопкой сюда и вот здесь вот типа основной якорь не ну и как видно по форме я нифига не переделал вот но единственное что я здесь подчеркивал круглые углы потому что но типа это самое просто решение мне кажется для кого стиля вот потом я такой окей чё какую композицию можно еще сделать и сделан вот такое решение потому что мне показалось то что вот этот байк он сам по себе как бы ну сложно его сделать нормальной композиции нужно как-то что-то балансировать вот здесь вот в центре просто потому что рама такая да вот ну на самом деле можно сделать все чего угодно все чего угодно можно просто развернуть его в 3d вот я такой ну ладно я хочу здесь какой-нибудь поинтересней байк нашел вот этот вот швин дебютанты поставил он в центр то чтобы он прям привлекал внимание значит вот здесь вот написал чё за байк ценник типа акция поставил в якорь и вот эти велосипеды на стиле тоже в якорь и складные и так далее ссылки раздел каталог вот сюда в каталог в левый якорь в сошел в правый якорь шапка с одинаковыми расстояниями и вот background такой сделал короче вы можете предложить свой собственный вариант как это можно сделать потому что вариантов нужно и можно уметь генерить многое это не единственный это не самый лучший вариант который можно придумать поэтому советую вам когда вы создаете что-то делать сразу пять десять пятнадцать композиций многие такие скажут блин это сложно нет это не сложно если вы сделаете если вы будете пользоваться одним алгоритмом могу рассказать короче короче вы берете и создаете мудборд да скорее всего многие из вас делают мудборд это как визуальная концепция проекта в каком направлении у вас пойдет у вас мудборде вы подобрали референсы то есть картинки композиции которые вам понравились и вот вы берете вашу стилистику например вот это да в розовом вот с такими углами там и так далее и берете 5 референсов с разной композиции и начинаете делать композицию в вашей стилистике но по каждый раз по новому референсу вот и вы получается таким образом быстро можете сгенерить много разных вариантов композиций и еще в чем проблема новичков новички залипают на двигании пикселей в двигании пикселей это когда учет перемещаете в внутри формата вот но при этом существенного результата это не дает и можно потерять дофигища времени на этом вот так я рассказал как можно улучшить совершенно базовую работу быстро сначала поработать над композиции потом добавить важное для пользователя потом поработать со стилистикой если у вас есть желание что-то новое для себя создать всего хорошего вам дня успехов в дизайне всем пока с вами был дмитрий чернов основатель дизайн школы в дай